Уже 4 человека погибли в Тверской области, провалившись под лёд. Такова статистика за тот месяц с небольшим, когда поверхность водоёмов начала замерзать. В этой связи региональное управление МЧС призывает жителей Верхневожья быть максимально бдительными, находясь на реках и озёрах. Нынешняя зима пока протекает по более-менее классическому сценарию. В Тверской области установился постоянный снежный покров. Однако крепкий лёд образовывался далеко не так быстро, как хочется любителям рыбной ловли. Именно это и стало причиной гибели уже 4-х человек. Вышли на рыбалку по первому льду. Причём ещё даже только-только лёд встал у закромок. И люди стараются идти как можно дальше, проверить. Рыба же клюёт всегда на кромке льда, как считается. Хотя это неправильно. И идут, лёд неокрепший, они проваливаются под лёд. Обычно самая простая безалаберность. Сейчас, благодаря морозной погоде, толщина льда на Волге достигает 15 сантиметров. Это уже вполне достаточно для безопасной прогулки. Однако сотрудники МЧС всё равно призывают людей быть максимально осторожными. Пересекая водоём, например, не стоит надевать рюкзак на обе лямки, чтобы в случае чего можно было его быстро сбросить. Желательно при себе иметь предметы, которыми можно зацепиться за край полыньи, например, крючи. Но самое главное, надо тщательно продумывать маршруты передвижения. Места, где растёт камыш, там лёд обычно тоньше, где встречаются какие-то разные течения. На реке Шоша, например, под мостами, это очень такое опасное место. Там каждый год и снегоходы проваливаются, и рыбаки там проваливаются. И ещё спасатели призывают земляков пристально следить за детьми и не отпускать их от них на водоёмы. Это особенно важно, учитывая, что впереди длинные зимние каникулы. Редактор субтитров А.Семкин